Все чаще жители сел Рыбницкого района жалуются на отсутствие связи с городом. Общественный транспорт не курсирует так, как хотелось бы. Пригородных рейсов недостаточно. Андреевка, Пыкало и Шмалена – это населенные пункты, где действительно нет отдельного рейса именно к этим населенным пунктам. Мы все время находимся в такой виде транзита. Идет автобус, движется транспортное средство в сторону Колбасной, и мы уже как транзитные пассажиры. Отдельного рейса у нас нет. У нас на месте девятилетка, 11 детей обучаются в школах города. Они каждый день должны ехать к месту учебы. Проблему транспортного сообщения между городом и селами обсудили представители Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства ПМР, главы администрации сел и руководство компанией-перевозчиком. Встреча прошла в Рыбницкой госадминистрации. Финансово-экономические проблемы, с которыми столкнулось транспортное предприятие, не дают возможности предоставлять качественные услуги по пассажирским перевозкам. Основная причина – большая задолженность республиканского бюджета за перевозку льготной категории граждан, которая составляет более 2 миллионов рублей или около 200 тысяч долларов. Большая и крупная сумма задолженности перед Рыбницким автобусным парком – это наши партнеры, наши автовокзалы, перевозчики – это со стороны Украины, со стороны Молдовы, с кем мы сегодня судимся. Также просим нам возместить средства, которые законным образом принадлежат автобусному парку. Ввиду этого у нас сегодня нет возможности своевременно ремонтировать, модернизировать, обновлять парк. Ввиду этих всех сложностей происходят сегодня срывы. В ходе встречи каждый из участников предложил свой вариант решения вопроса, связанного с налаживанием действующих и дополнительных маршрутов движения общественного транспорта. Надо вернуться к этому закону, постановлению, когда вводились эти льготы, просчитать реально возможности перевозчика, какие финансовые результаты в конце концов принесет введение этого постановления. В крайнем случае вернуться к каким-то дотациям, действительно установить количество льготных поездок, либо к пенсии потом возврат делать, датировать эти расходы. Но как-то нужно продумать так, чтобы действительно это было решаемо. В первую очередь для полного возобновления нам необходима компенсация потерь, которую понесло предприятие по перевозке льготной категории граждан. Также одно из вариантов решения – это взаимозачет по топливу или по газу. То есть предприятия, которые занимаются реализацией гражданских материалов, не платят налоги на ту сумму, которую должна государство нам. Тем самым мы закрываем свои материальные вопросы, возобновляем транспорт. По итогам встречи представители Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства предложили провести совместную работу между главами сел и руководством предприятия-перевозчика автоколонной 2831 по оптимизации рейсов и ограничению льготы.